Андрей Евгеньевич Снесарев 1865, Старая Калитва, Острогорский уезд, Воронежская губерния, 4 декабря 1937 года, Москва, русский советский военачальник, военный теоретик, публицист и педагог, выдающийся военный географ и востоковед, действительный член русского географического общества. Биография родился в семье священника в 1865 году, учился в приходской школе, затем в Острогорской прогимназии, затем в гимназии М. Платова в Новочеркасске, которую окончил в 1884 году с серебряной медалью. Окончил физико-математический факультет Московского университета с отличием Московское пехотное училище и Николаевскую академию генерального штаба с 1899 годом. На службе в Туркестанском военном округе занимался изучением и военно-географическим описанием русского Туркестана, Афганистана и Индии в 1899 году. Совершил служебную поездку по Индии осенью 1900 года, совершил поездку в Англию, где работал в библиотеке Британского музея, изучая литературу по вопросам востоковедения, в 1902-1903 годах. Командовал помирским отрядом, с 1904 года в главном штабе одновременно преподавал военную географию в Николаевском, Кавалерийском и Павловском, и Петербургском пехотных училищах. В 1905 году он назначен начальником среднеазиатского отдела ГУКШ. В августе 1908 года Снесарев сделал два доклада на 15 международном конгрессе ориенталистов в Копенгагене, религии и обычаи горцев западного Памира, пробуждения национального самосознания в Азии. С 1910 год, начальник штаба 2-й казачьей сводной дивизии, Первая мировая война. Первую мировую войну встретил начальником штаба 2-й казачьей сводной дивизии, которая дислоцировалась в Каменце-Подольске. За августовские бои 1914 года награжден Орденом Владимира Третьей степени с мечами, за бой под Бучачем 10 августа 1914 года и Георгиевским оружием, за бой под Монастыржийской 12 августа 1914 года. В октябре 1914 года назначается командиром 133-го пехотного симферопольского полка 34-й пехотной дивизии. За бои в декабре 1914 года награждается Орденом С.В. Георгия 4-й степени. 24 августа 1915 года производится в генерал-майор и назначается командиром 1-й бригады той же 34-й пехотной дивизии. В феврале 1916 года назначается начальником штаба 12-й пехотной дивизии. С 12-й пехотной дивизии летом 1916 года участвует в Луцком прорыве, вошедшем в историю как Брусиловский прорыв. С сентября 1916 года в течение трех месяцев исполнял должность временно начальника 64-й пехотной дивизии 18-го армейского корпуса. Был награжден высокой боевой наградой Орденом С.Георгия 3-й степени. После февральской революции назначается начальником штаба 12-го армейского корпуса в апреле 1917 года начальником 159-й пехотной дивизии. А после провала Корниловского выступления командиром 9-го армейского корпуса 2-й армии Западного фронта, которым и встретил Октябрьскую революцию, в октябре 1917 года был произведен генерал-лейтенант и гражданская война. Во время гражданской войны в мае-июле 1918 года был военруком Северо-Кавказского военного округа. Продолжая носить форму с погонами генерал-лейтенанта участвовал в обороне Царицыно, где у него возник конфликт со Сталином и Ворошиловым. Своей докладной записки на имя председателя высшего военного совета дал нелестную оценку военным талантам последнего. Ворошилов как войсковой начальник не обладает нужными качествами, он недостаточно проникнут долгом службы и не придерживается элементарных правил командования войсками. С сентября 1918 года начальник Западного района обороны, созданного между Северным и Южным фронтами, затем командовал Западной армией. Советский период. С 24 августа 1919 года по 25 июля 1921 года начальник Академии Генштаба РККА, затем там же старший руководитель по Ближнему и Среднему Востоку и главный руководитель по военной географии и статистике Восточного отделения. Военной академии РККА, ректор Центрального института живых восточных языков с марта 1923 года, начальник кафедры военной географии Военной академии РККА, по совместительству, помощник начальника Центрального военно-статистического отдела управления делами РВН Совета. В 1919 году поддержал инициативу бывшего генерала Довлетшина об образовании Восточного отделения при Академии Генерального штаба РККА, участвовал в создании Московского института Востоковедения, в 1921-1930 годах являлся его ректором и профессором, одновременно профессор военно-воздушной и военно-политической академии. В 1928 году присвоено звание Герой труда первому из советских военачальников, 27 января 1930 года арестован, дважды приговорен к расстрелу. По указанию Сталина расстрел заменен на 10 лет и толь, затем в Соловецком лагере особого назначения. В том же году с последней боржей был переведен на материк в ПОС Вегеракша Близгая, кем досрочно освобожден как тяжело больной 27 сентября 1934 года умер Андрей Снесарев 4 декабря 1937 года в Москве в больнице. Похоронен на Ваганьковском кладбище, реабилитирован в 1958 году, в качестве персонажа в искажанном виде выведен под своим именем А.Н. Толстым в повесите «Хлеб. Семья. Сын Александр. Дочь Евгения. Заслуженный преподаватель МГУ. Труды. Краткий очерк Памира. Североиндийский театр. В двух часах Ташкент. 1903. Восточная Бухара. СПБ. 1906. Индия. Как главный фактор в среднеазиатском вопросе взгляд туземцев Индии на англичан и их управление. СПБ. 1906. Англо-русское соглашение 1907 года. СПБ. 1908. Военная география России. СПБ. 1909. 1910. Единая военная доктрина. Военное дело. 1920. Номер 8. Афганистан. Географическо-политический очерк Т-1. М. ГИС. 1921. Введение в военную географию Ростов-на-Дону. 1922. М. 1924. Физическая Индия. М. Инт. Востоковедение. 1926. Этнографическая Индия. М. Наука. 1981. Философия войны М. 2003. Жизни Труды Клосс. Зевица. М. 2007. Введение в военную географию М. Центриздат. 2011. Письма с фронта. 1914. 1917. М. Кучково поле. Беркут. 2012. Невероятная Индия. Религии. Касты. Обычай. М. Ломоносов. 2012. Избен. Равно. 978. 5. 916. 78. 109. 0. Дневник. 1916. 1917. М. Кучково поле. 2014. Переводные труды. Роберсон Дежа. Скафира Гиндукуша. Переулок Сангл. Аполовцов. Я. Снесрев. Ташкент. 1906. Бернгардия Фа. Войне будущего. Переулок Снем. Подред. А. Е. Снесрева. М. Гасиздат. 1921. Германский устав. Переулок Снем. 1923. Кюльманев. Курс общей тактики по опыту Великой войны. Переулок Сфранц. Подред. А. Е. Снесрева. М. Высший военный. Редакционный совет. 1923. Фалькингай. Н. Фон. Верховное командование. 1914. 1916. В его важнейших решениях. В две тонны. Переулок Снем. А. Е. Снесрева. М. Высший военный. Редакционный совет. 1923. Благодаря усилиям Евгения Андреевна Снесрева. Дочери генерала и внуков. Последнее время переизданы некоторые из его книг. Изданы письма и дневники военного времени. Память имя Андрея Евгеньевича Снесрева носит всероссийский конкурс, который проводится среди молодых ученых, студентов и курсантов. Основной целью конкурса является изучение и пропаганда наследия выдающихся отечественных ученых, государственных и исторических деятелей, военачальников, направленные на укрепление морально-патриотических качеств молодежи, любви к Отечеству.